Кирилл, как вы оцениваете всю эту ситуацию вокруг коронавируса в Москве? Основная проблема России заключается в том, что решать проблему с эпидемией, которая одинаково работает, наверное, одна и та же проблема во всем мире, в России эту проблему нужно решать при помощи российской бюрократии, которая, как мы прекрасно знаем, абсолютно кромпирована и некомпетентна. И базовая проблема заключается в том, что на всех уровнях в России процветает, я бы сказал, такая власть отчетности, когда какие-то местные руководители заинтересованы не в том, чтобы показывать своему начальству какую-то правдивую картину, и, возможно, сами не хотят знать про правдивую картину, а рассказывают дальше наверх те факты, которые им самим выгодны. Если у нас была изначально в России установка, что в целом коронавирус нас обходит стороной, изначально у нас очень красивая была, ну, в марте там была очень красивая статистика о том, что везде случаев заражения очень много, а в Москве, например, их якобы было меньше, чем там в Эстонии, что, ну, просто чисто логистически, конечно, невозможно, потому что самолетов в Москву гораздо больше прилетает, чем в Эстонию, да, и, соответственно, если предполагать, что есть такое просто среднее число зараженных в других странах, к тому моменту в Китае и в Европе, в Италии в первую очередь, то было понятно, что это число в Москве должно быть на порядок больше, чем в Эстонии. Вот, и мне кажется, что вот эта официальная статистика и общий уровень такой низкой российской бюрократии, он сейчас в стране наносит основной урон наравне с эпидемией, потому что, опираясь на неточные лживые факты и принимая некомпетентные решения на их основе, власти, в общем, ситуацию усугубляют. Она теперь усугубляется в двух отношениях. С одной стороны, мы не знаем точной статистики зараженных, ну, даже как бы порядок не знаем. А вторая проблема заключается в том, что, ну, мы видим, мы видим вообще во всем мире трудности с экономикой, но развитые страны все-таки оказали своим гражданам развернутую программу помощи, во-первых, во-вторых, предложили, ну, все-таки более-менее внятные правила игры и программы выпадки за тем, да, как экономика закрывается, нам понятно объясняют, почему это происходит, нам должно быть понятно, как экономика будет обратно открываться. Вот в России, Россия бедная страна на самом деле, и ситуация, когда финансовые начальники отчитываются перед Путиным, что в апреле налоговые поступления в казну упали на треть, это, в общем, ну, здесь в данном случае, да, финансисты не заинтересованы в том, чтобы нарисовать клиповую статистику, ее, да, довольно трудно классифицировать. На эти цифры можно опираться и можно себе представить, насколько упала экономическая активность, сколько людей потеряла работу и сколько людей остались абсолютно без перспектив. Вот в этой ситуации, да, когда нету компетентного управления и нету прямой экономической помощи гражданам, ну, вот власти делают все, что, во-первых, усугубить эпидемию, во-вторых, ну, может быть, они даже честно пытаются не бороться с какой-то точки зрения, да, но вот у них просто это не получается, потому что они не могут это делать, они, там, власти Москвы, они известны своим так называемым благоустройством, в первую очередь этой вспенившейся плиткой, которую каждый год нужно перекладывать для того, чтобы Москва была по-прежнему красивой. Примерно так же эта команда борется, не знаю, с массовыми беспорядками, как они их называют прошлой осенью, и так же эта команда борется, видимо, с эпидемией. Ситуация очень тяжелая, потому что, потому что совершенно неясно, как Россия, какой у России есть сценарий выхода из этой ситуации, насколько в реальности тяжела эпидемиологическая картина, и все-таки, что будет с людьми, которые остались без источника заработка, при полном равнодушии правительства и при таком, такой картине в главе у российского руководства, то, что помогать нужно только бюджетникам, то есть они просто получат свои зарплаты с учетом инфляции и возможных колебаний курса рубля, какие-то деньги у них, пусть небольшие, но все-таки будут. Вот все те, кто не записался в служителей государства за эти годы, кроме этих счастливцев, все остальные, в общем, должны как-то сами выкарабкиваться. И мне кажется, это очень, в политическом смысле слова, это очень драматический момент нашей новейшей истории, потому что ситуация очень нестабильная, при том, что вот вроде бы все спокойно и массовых, ну, открытых протестов пока нету, но ситуация крайне нестабильная, потому что не очень ясно, как эта ситуация может развиваться через там месяц или через два месяца, с учетом того, что эпидемия продолжится, судя по всему, а денег совсем не будет. Как обстояло и обстоит дело с пропагандой и дезинформацией? Ну, для государства сейчас российского принципиально важно, ну, то есть у них есть аргумент о том, что они пытаются предотвратить панику и распространение так называемых фейков, но понятно, что у них есть еще вторая задача в этой ситуации, они хотят сохранить такую информационную монофолию, они хотят убедить людей, дать им такую отретушированную картинку реальности, в которой государство компетентно и делает все, чтобы о людях позаботиться, и в частности, прекрасно российская медицина якобы справляется с теми критическими пиковыми нагрузками, которые ей сейчас, ну, уже сейчас они происходят, еще предстоят как минимум в лучшем случае в ближайшие недели. И понятно, что это такой типичный метод политических ограничений, который в России, ну, не вчера появился, теперь его используют вот эту дубину цензуры, которая создавалась. Это, наверное, не дубина, она, это какой-то более, более какой-то амбортный такой предмет, это, я даже не знаю, какую метафору подобрать, это что-то такое очень, ну, слизеподобное, что ли, да, это вот такая вот слизь цензуры, которая затекает во все поры российской общественной жизни, и все, что там живо, в общем, с собой перекрывает и жизни этому не дает, да, вот она просто очень разнообразна, вы фактически, если вы работаете журналистом в современной России, то понятно, что тебя здесь повсеместно окружают какие-то совершенно искусственные запреты. Вот, и вот государству так повезло, что в него заранее был этот закон про фейк-ньюс в контексте этого, он примылся относительно недавно, кажется, два года назад, и вот теперь его будут активно использовать против всех тех, кто будет пытаться распространять информацию. Наверное, кто-то из тех людей, вот, типа Никита Сергеевича Михалкова, который тут с чипированием и Биллом Гейтсом вылез по этой же теме, наверное, в отношении кого-то это действительно фейки, а с другой стороны, ну, государство совершенно не заинтересовано различать фейки и информацию, которая просто ему не нравится, и которая мешает ему контролировать эту отретушированную информационную картину. Поэтому, да, это еще одна проблема, на самом деле, на историю про фейки лучше всего посмотреть, мне кажется, как раз тоже со стороны того, как государство сейчас принимает решения в каких условиях, потому что у него, с учетом того, что люди боятся говорить о проблемах у государства и у чиновников, которые вроде бы несут ответственность за свои решения в нынешней ситуации, у них меньше источников информации и не на что опереться. Они сами боятся говорить правду своему начальству и другим людям тоже запрещают. Но она точно касается учебных заведений, может быть, не 100%, но подавляющего большинства, и она, конечно, касается врачей. Врачи сами очень сильно, разумеется, от этой ситуации пострадали. Все целые клиники закрыты на карантин в перемешку больные и врачи. Врачи продолжают в этих условиях работать. И рассказывать о том, что там происходит внутри. Ну, врачам настоятельно не рекомендуется. Более того, есть вот эти три странных случая, когда трое врачей вдруг выбрали из окон в результате каких-то проблем в порученных ими заведениях. Это какая-то вот международная пресса об этом пишет. Мы тоже, в общем, пытаемся об этом рассказывать в России, насколько мы все еще можем. Но понятно, что это история про то, что лучший способ бороться с проблемами – это их замалчивать. Она очень традиционная для России. И сейчас все, кто работает на государство, они как или иначе заинтересованы в том, чтобы как следует помолчать. Количество так называемых COVID-диссидентов, людей, которые не верят в опасность эпидемии, мне кажется, количество прямо пропорционально тому, насколько люди склонны доверять или не доверять своему правительству. Если вы знаете, что правительство перед вами отчитывается, если оно там выбрано на очередных выборах и, может быть, отправлено в отставку на следующих, то в целом уровень доверия, ну просто в силу инструментальной природы этого явления, демократии, уровень доверия несколько выше. И общество гибче, и несмотря на то, что никому не хочется соблюдать строгие ограничения, общество в состоянии поверить, что действительно угроза такова, если те правительственные эксперты, которых они сами выбирали, они об этом говорят и предлагают такие меры. Соответственно, если у вас авторитарный режим, в отношении которого большинство граждан, если не прямо считают, то интуитивно понимают, что единственная забота этого политического режима заключается в том, чтобы процветать и доставлять благополучие, в общем, самому себе и своим друзьям. Если такой режим вводит какие-то ограничения, то это для многих людей совсем непонятно. Это вызывает множество вопросов. Насколько пропаганда реально промыла мозги москвичам? Они действительно зомбированы или большинство все видит и понимает, но их просто не видно? Каковы настроения обывателя и какие фейки и теории заговора распространены на кухнях москвичей? Ну, как я могу судить, насколько я могу судить, есть две основные установки. Первая установка, это более-менее близко к тому, о чем мы с вами говорим. Это вопрос о том, собственно, что же делают власти, где же все эти замечательные люди, где же пресловутая стабильность и сколько мы можем это терпеть. Число людей, которые так думают, мне кажется, сейчас довольно велико. То есть это, конечно, не 10%, а гораздо больше. И эти голоса раздаются достаточно активно сейчас. И у них, кстати, разные могут быть настроения. Они могут быть и коди-диссидентами. И, в общем, наоборот, людьми, как мы говорили, которые считают, что государственные меры недостаточны. Я, ну вот, может быть, это не совсем релевантный пример, да, но вот Владимир Соловьев, один из лидеров российской пропаганды, он сейчас активно пытается выходить, работать в новых форматах в интернете. И получает там, что называется, чудовищную прессу, получает тысячи, десятки тысяч отзывов людей, которые советуют ему заткнуться, закопаться, значит, в гампу, чтобы его больше никогда никто не видел. Вылезть из интернета, залезть обратно на ВДПРК, вот, и никогда оттуда не выходить. Ну и так далее. И довольно, ну, я думаю, это реальные люди пишут, и, наверное, есть какие-то реальные люди, которые поддерживают Соловьева, но их на этом фоне, в общем, особо незаметно. Это означает, что, конечно, по крайней мере, в отношении пропаганды повестка довольно сильно качается в сторону недовольства, раздражения и требований как-то сменить шарманку. Пока на линии, в зоне риска вот пропагандисты, но мне кажется, что и российские власти, чиновники и наши, ну, люди, которые сидят в Кремле, они тоже где-то находятся близко. Другая часть людей, она растеряна еще больше, наверное, чем первая, говоря про настроение, и эти люди пытаются свою растерянность компенсировать тем, чтобы придумать какое-то достаточно простое объяснение какое-нибудь, почему все это происходит. Здесь весьма распространены теории заговора. Ну, люди часто стесняются про этот слух говорить, но отчасти это стеснение объясняется тем, что теория заговора, она не может быть явной. Она ее шепотом говорит где-нибудь на кухне, да, и на то она теория заговора. И из разных студентов, скажем, и там молодые сотрудники новой газеты, они разъехались сейчас по регионам и оттуда рассказывают, в общем, о чем люди говорят. Я думаю, что в Москве во многих социальных группах такая же ситуация. Люди пытаются как-то придумать какое-то рациональное объяснение, кто в этом во всем виноват. И здесь разные бывают сценарии, запад, китайцы, кто угодно еще. Вот это просто попытка, ну, немножко отвлечься от неопределенности будущего и настоящего и попытаться придумать какую-то простую схему, которая бы все объясняла. Вот это очень, очень популярно. И на самом деле вот эти люди, которые на такой позиции, такой стихийной теории заговора или чего-то похожего стоят, они очень часто нестабильны. И как их мнение повернется в ближайшем будущем, предугадывать довольно трудно. Они могут как-то обрадоваться какой-нибудь решительной победе Кремля над всеми врагами в очередной раз, да, если Кремля повезет. Так, в общем, их мнение может кочнуться в обратную сторону, мне кажется. Кризис, связанный с пандемией. Отделяет ли Москву от всей России или, наоборот, общие проблемы объединят страну и внесут солидарность и эмпатию? Ну, мне кажется, что скорее все-таки, скорее кризис, он скорее разделяет людей, особенно когда для разделения изначально были какие-то предпосылки. И я думаю, что Москва сейчас еще больше отдаляется от остальных регионов. Многие люди, которые в Москве работали, они были сейчас уехать, потому что работу потеряли. Люди, которые здесь учились, они тоже отправились в свои регионы. Здесь остались те, кто у кого-либо есть источник дохода, либо есть там недвижимость. Ну, короче говоря, люди более-менее подготовленные к дальнейшему. Ну, либо те, кому деваться нет, но не такие в любом регионе могут быть. Вот. И у Москвы, конечно, гораздо больше подушка безопасности на случай какого-то тяжелого, долгосрочного экономического кризиса. Ну, это простая идея, просто если доход выше, то и экономить проще, да, то есть покупать тратить на самое необходимое, отказываться от излишек. У меня вот, я получил такой отзыв, может быть, он в качестве примера будет показателем. Мой товарищ делает Андрей Бабицкий, делает, это вот есть два Андрея Бабицких, один из которых, да, через радио Свободы пришел к патриотизму, так это другой. Вот, значит, он делает очень популярный подкаст про такую прикладную повседневную вещь, вот так вышло. Вот с Екатериной Крангал, журналисткой, они вдвоем делают, вот, и мне вот на днях буквально из Перми написали, сказали, я тут слушал подкаст своего товарища Бабицкого, и они там обсуждали, что в Яндекс.Еде, в службе доставки, огромные проблемы, потому что время доставки увеличилось в 15 минут в среднем, там, до 30, например, вот. И вот теперь, заказывая еду в центре Москвы, там, где доставка работает, ты ждешь целых полчаса, пока тебе карьера ее привезет. Вот, и, значит, мне говорят, вот у вас все-таки, конечно, там, какие-то немного альтернативные проблемы, да, вот у нас таких проблем нету, в Крымке даже, да, есть еще более не буду получать регионы, поэтому на поводу для... И тем более, видите, сейчас все сидят в интернете и читают в соцсети друг друга, это вызывает, там, ну, какое-то дополнительное раздражение. Кто-то может пожаловаться, что к нему курьер с едой долго едет, кто-то может пожаловаться, что, не знаю, что он потерял работу и не знает, как жить, платить по счетам в следующий месяц. Я думаю, что это расслоение, это разделение на тех, кто закрепился в каких-то привилегированных московских регионах, в Москве, в первую очередь, в российских регионах, в Москве, да, и остался в этой большой России. Это разделение только сейчас усиливается, и на этом, кстати, конечно, российские власти тоже смогут, наверное, сыграть, когда разные группы граждан нашей страны будут друг с другом стравливать, показывать, как там москвичи сожрались и так далее. Это, знаете, это уже был сценарий с теми гражданами, которые уехали за рубеж, там, работать или отдыхать, или учиться, не смогли вовремя вернуться, и которым российское правительство вроде бы теперь, скрипя там, с большим промежутком времени, да, начало вроде бы оказывать какую-то финансовую помощь, по крайней мере, деньги выделило наконец, не знаю, дошли ли они до кого-то. И в России, конечно, поскольку здесь 70% людей никогда не выезжает из страны, да, и там просто загранпаспорта не имеет, то люди просто говорят, что уехали бы вы и сдохнете там, вот, да, и, конечно, это тоже такому национальному единению в духе какого-то американского патриотического фильма, там, спасти, значит, нашего туриста за рубежом. Это все не способствует, очевидным образом, да, поэтому, вот, к сожалению, такие тенденции есть, и они будут усиливаться, мне кажется. Надо думать, как, что этому можно противопоставлять. К каким социальным сетям сегодня больше доверия у россиян, у тех, кто не смотрит российское телевидение? С точки зрения времени, потраченного на какой-то конкретной площадке, YouTube – это, без сомнения, лидер. YouTube в этом году превысил показатели российского федерального телевидения, что стало, в общем-то, для властей одной из ключевых проблем, потому что YouTube, они гораздо хуже контролируют, чем повестку телевидения, да, и они привыкли людьми управлять через телевизор, как известно. Довольно большая активная аудитория в одноклассниках, как правило, она, как правило, не слишком молодая, они, вот, многие из них – это целевая аудитория одноклассников. Там, я думаю, сейчас должен такой расцвет происходить, какого-то общения, какого-то контента, там процветает теория заговора и критика властей, и похвалы властям, все что угодно. Вот, потом, к этому надо еще вот что добавить, что во многих регионах роль даже не столько социальных сетей, хотя их отчасти, сколько, ну, условно, гражданской журналистики в России играют мессенджеры, и все акцентируют внимание на Телеграм, но Телеграм в основном пользуется молодежь в крупных городах, в столице, а во многих регионах никаких других с микром и ватсапа вообще, в принципе, нету, и там люди решают самые разные проблемы, какие-то бытовые там объявления публикуют, и передают друг другу какую-то важную информацию о каких-то проблемах, пишут эти фейки, называемые распространяют реальную информацию, вот, и ландшафт, он, то есть, с одной стороны, официальная журналистика находится под тяжелым грузом российской цензуры, с другой стороны, параллельно в разных сегментах интернета происходят какие-то совсем другие процессы, вот, какая-то, ну, какая-то модная 20-летняя молодежь открыла, переоткрыла для себя Твиттер, считает, что сейчас Твиттер это место для молодых прогрессивных людей, вот, и если вот там туда заходит какой-нибудь бумер, так называемый, все ему говорят, фу, какой кошмар, что вы сюда пришли, в вашу социальную сеть, хотя, возможно, этот бумер, он пользовался Твиттером до того, как там эти люди стали взрослыми, пришли в сознание, вот, ну, и, да, и какие-то развиваются нишевые проекты, вот, очень сейчас комично, например, Навальный пытается освоить ТикТок, где сидят подростки, значит, и вот, и они ему говорят, дед, там, пошел отсюда, как-то так же, вот, это, это, это забавно, как это работает в такой, такой сегментированной социальной реальности, да. Как только в Европе распространилась информация о коронавирусе, мне написал мой друг, просвещенный человек, что в мессенджер стали приходить письма счастья от пастырей, такие стандартные, что это мировое закулисье, никакого вируса не существует. Насколько РПЦ сыграла негативную роль или, наоборот, оказала поддержку, и насколько она влиятельна? Какую роль священники сыграли в общественном мнении? Ну, очевидно, даже если вы не выцерковленный человек, то в кризисной ситуации вы хотите найти какого-то авторитета, который бы вам объяснил, что происходит. Поэтому, конечно, если есть какие-то такие, ну, общепринятые институты, которые вот давно существуют, то их влияние в кризисные моменты усиливается, потому что просто не на кого больше ориентироваться. Ну, другое дело, что в РПЦ есть прямая установка, в общем, особо сильно-то как-то волну не гнать. Вот как раз параллельно Кураева там приостановили служение. Это, конечно, не самый великий иерарх. Даже наоборот, какие-то процессы там происходят, тем не менее. То есть, ну, вот эта слитая переписка Тихона Шапунова тоже, в этом смысле, довольно показательная, что вообще считать политическим событием, хакерская атака на переписку священника, да, там, епископа. Вот. Ну и не знаю, какой еще здесь момент. Ну, вот, когда было московское дело, например, да, там просто, я немного себе представляю, что там просто буквально к каким-то разумным священникам ходили и просили их выступить в поддержку политзекулки. Кто-то действительно так сделал. Это, конечно, внутри РПЦ была прям невероятная сенсация. Никто не ждал найти верующего священника в РПЦ, да. Ну, вот, а там 50, как бы, это была большая история. Но это была, в общем, это борьба за такой социальный капитал, за то, что там, ну, как, знаете, как всегда, там, что скажет интеллигенция, что скажет священники, вот, космонавты еще там тоже, что должны сказать. Вот это, я не думаю, что это какой-то прям ключевой фактор российской политики и православные священники, но какое-то влияние у них есть, конечно. Редактор субтитров А.Семкин